За сутки армия РФ выпустила по Украине 36 кабов и более 700 ударных дронов, Генштаб. С начала суток 2 декабря на фронте произошли 193 боевых столкновений. Враг сконцентрировал усилия на трех направлениях на западе Донецкой области. Об этом сообщает новость Украина, со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ. Вражеские обстрелы. За минувшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну управляемую ракету и 36 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 717 дронов «Камикадзе» и осуществили более 4000 раз, обстреляли позиции наших войск и населенные пункты. Ситуация на направлениях. На Харьковском направлении наши войска отражали 6 атак противника, в районах Волчанска и Старице, 4 атаки отбиты, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам «Нескушное» и «Казачья Лапань», применив 8 управляемых авиабомб. На Купянском направлении противник 7 раз проводил штурм оппозиции наших защитников, в районах Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники отбили 6 атак, еще одно боестолкновение пока продолжается. На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев, неподалеку населенных пунктов Грековка, Чернещина, Копанки, Емполовка и Терны. На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников, в районе Белогоровки. На Краматорском направлении пока зафиксировано 4 боевых столкновения у Григорьевки и Часового Яра, которые успешно отбили наши защитники. На Торецком направлении россияне 8 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения. На Покровском направлении с начала этих суток россияне в 40 раз пытались прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченская, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении были обезврежены более 411 оккупантов, 200 из них безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль и миномет противника. На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка, два боестолкновения продолжаются. По уточненной информации обезврежены 100 оккупантов, 45 из них безвозвратно, к тому же уничтожено два мотоцикла и две переносные станции радиоэлектронной борьбы врага. На Времовском направлении захватчики осуществили 40 наступательных действий вблизи Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар одной управляемой бомбой в районе Андреевки. На Гулейпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гулейполе. На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ. Вечером 2 декабря украинские силы ПВО сбили ракеты Ха-59-69, которые летели на Кривой Рог. Агрессор выпустил их с истребителей Су-34 и Су-57. Тем временем армия РФ готовится к наступлению на двух направлениях со временно оккупированного юга Украины. Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне пытаются выбить ВСУ из захваченных районов в Курской области, а затем зайти на территорию Сумской области. Сделать это войска агрессора планируют, в частности с помощью солдат Северной Кореи. Глава государства также отметил, что потери ВСУ за всю полномасштабную войну существенно меньше, чем об этом пишут некоторые западные СМИ.